15 марта, просто Украина, готовься. Вот с этого момента, как говорится, я попрошу поподробнее. С фагнеровцами это больше сейчас внутриполитический трек. Фактически в Европе полная жопа, Катя. Что государство будет делать с Моторсичкой? Начинаются проблемы, китайская делегация уже официально приехала в Крым. Беликет — это медийное подразделение МИ-6. Да, понабрала детей, а молоканы дают. Он сейчас в той иной степени надавливает на всех олигархов. В общем, на ваших любимых, Катя. Приветствую зрителей Политека. Я Екатерина Шумилова, вместе со мной Руслан Безяев, политический аналитик. Руслан, рады вас видеть. Добрый день, Катя. Добрый день, уважаемые зрители. Начнем мы, наверное, с самой громкой новости этой недели. Это заседание с НБО, которое проходило вчера. И, наверное, самый такой неожиданный вопрос, который там поднимали, это угроза уголовных дел против 236 народных депутатов, которые голосовали за Харьковские соглашения 11 лет назад. И давайте разберем этот вопрос поподобнее. Почему вдруг СНБО вспомнило за эти Харьковские соглашения? И почему теперь этим народным депутатам грозит уголовная ответственность за госизмену? Согласно 80-й статье Конституции, привлечь народного депутата за политическое голосование невозможно. Для того, чтобы этот кейс получил свое продолжение, необходимо менять законодательство в части ответственности народного депутата Украины. И я пока не вижу предпосылок для того, чтобы в зале нашлось 226 голосов для принятия этого решения. Мотивация здесь крайне проста. Сегодня этих привлекли за голосование 11-летней давности, а завтра? Кого и по каким причинам могут привлечь к уголовной ответственности? Второе. Если мы возьмем смысловую часть этого постановления, то мы зададим себе самый простой вопрос. А что такое Харьковские соглашения? Харьковские соглашения – это продолжение договора о дружбе, о большой дружбе, как его называли, 1997 года между Украиной и Россией, которую подписали первый президент России Борис Ельцин и второй президент Украины Леонид Кучев. Согласно этому договору, даже в случае, если бы договор не был пролонгирован, то Черноморский флот Российской Федерации оставался бы в Севастополе до 2017 года. Но я думаю, что даже и после 2017 года Россия бы очень плотно держалась за Севастополь и Крым, потому что это геополитика. Мы сейчас долго не будем уходить в геополитические дебри, но если мы возьмем ситуацию в Сирии, например, и с момента ввода российских войск туда с 2015 года, то мы поймем, что Крым – это важнейший логистический кластер, который обеспечивал в том числе снабжение российской группировки в Сирии. Поэтому этот вопрос скорее больше внутриполитический, и он подходит к тому, что называется «Крымская платформа». То есть анонсировано проведение большого саммита глав государств «Крымская платформа». По тому, кто приедет, пока еще огромные вопросы. Непонятно, что будет с администрацией Байдена, приедет ли Камала Харрис или не приедет. С Китаем уже начинаются проблемы. Китайская делегация уже официально приехала в Крым и пригласила крымский бизнес приехать к себе. Это ответ на кейс по Матерсич. Таким образом создается определенный прецедент, когда каждого из депутатов подвешивают. Знаете, такой налегенький крючок. Вот это правильный депутат, вот это неправильный. Потому что вы же видели, сколько интересных депутатов там голосовал. К примеру, Ренат Ахметов. Да, к примеру, был сделан упор на то, что в подготовке реализации этих соглашений принимал активное участие тогдашний спикер Верховной Рады Владимир Михайлович Литвин, который сейчас претендует на должность ректора одного из киевских вузов. И Данилов сделал особый упор, что человек, который голосовал за эти соглашения, не может претендовать на какую-то должность. Но если мы посмотрим список этих депутатов, а особенно посмотрим на то, что некоторые люди до сих пор находятся в высших эшелонах нашей власти, то мы вспомним, что Юрий Витальевич Луценко был не так-то прав, когда говорил, что в результате следствия самое главное не выйти на самих себя. Однако за этим сообщением, которое взбудоражило наше информационное поле и общественность, осталось несколько других, не менее важных, на мой взгляд, решений, которые дают концептуальное понятие о том, куда мы движемся. А давайте мы к этим вопросам еще перейдем, потому что там действительно четыре ключевых вопроса рассматривали, чтобы поставить точку с Харьковскими соглашениями. Не все, я думаю, зрители помнят, что это было 11 лет назад и зачем Янукович с Медведевым все-таки подписали эти соглашения. Как это происходило? Это происходило, это был первый такой серьезный кризис между Януковичем, которого, напомню, с 2014 года считают пророссийским президентом, и тогдашней администрацией Дмитрия Медведева, который был президентом Российской Федерации с 2008 по 2012 год. В своих интервью и те люди, которые находились возле этих соглашений, например, Михаил Добкин, и люди, которые были категорически против этих соглашений, сходятся в одном, что это был очень тяжелый компромисс. Тогда еще начинались торговые войны между Украиной и Россией, которые мало кто сейчас вспоминает и говорит. Вспомните реверс. Откуда появился вообще термин реверс? Это Юрий Анатольевич Бойко, который тогда работал, по-моему, или вице-премьером, или профильным министром топлива и энергетики, предложил тогда правительству Азарова организовать реверс. Собственно, после этого тема реверса никогда не уходила по большому счету с нашей политической и экономической поездки дня. встал вопрос о продлении базирования Черноморского флота и вообще о какой-то нормализации украино-российских отношений, которые на тот момент начали заходить в тупик. В общем-то, Харьковские соглашения, это была попытка нормализовать эти отношения, но эта попытка не привела ни к чему хорошему, даже дома. И да, она мало кто знает сейчас, но на тот момент администрация Януковича в 2012 году на выборах президента России ставила не на Путина, а на Медведя. Это им потом еще очень сильно аукнется в 2013-2014 году. А основой этих соглашений стал провал переговоров по газовому консорциям. В конце 2009-го, начале 2010-го года очень серьезно и публично обсуждался вопрос о создании трехстороннего газового консорциям между Газпромом, Нафтогазом и европейскими партнерами. Фактически тогда у Украины был уникальный шанс стать газовым хабом Европы, тем газовым хабом, который сейчас стремится стать Турцией. В принципе, насколько мне рассказывали люди, я не знаю, насколько это правда, это версия моего оценочного осуждения, когда Азаров пришел к Януковичу, сказал, что давайте сделаем этот консорциум, еще немножко потолкаемся, там же процентное соотношение было, кто сколько процентов, еще там потолкаемся, но в конце концов сделаем этот консорциум. В администрацию Януковича пришли три очень известных политика-олигарха и сказали, что этого не будет, только через наш труп. Янукович, в конце концов, принял решение не входить в тему консорциума. Потом произошли президентские выборы в России, на которых победил Владимир Путин, а не Дмитрий Анатольевич Медведев. И, собственно говоря, с этого у администрации Януковича начались глобальные проблемы с Россией. Это была одна из причин того, что администрация Путина попросту слила Януковича в тот момент, когда начался Майдан. Потом, конечно, рассказали, что это подставили американцы, но, по сути, это была реакция на события 2010-2012 года. А сами по себе, Харьковские соглашения на тот момент не представляли для нас какой-то особой угрозы. Давайте вспомним ситуацию 2010 года. Давайте вспомним президентскую кампанию 2010 года и какие бигборды висели в Крыму. Я тогда работал по Крыму. Я был свидетелем этих бигбордов о том, что не просто мир с Россией, а крепкая дружба. Писали оба кандидата в президенты Украины, которые вышли во второй тур. И, в общем-то, эта конструкция имела поддержку большей части населения Украины. Теперь же, спустя 11 лет, мы имеем ситуацию, при которой, с одной стороны, начинается плавный процесс национализации. Это не только Матросичи, это Донецкоблгаз. Донецкоблгаз связывается со всякими мутными схемами. А фамилия Курченко фигурирует? Не только Курченко, Катя. Курченко — это вершина айсберга. Фактически речь идет о том, а что дальше? Хорошо, сегодня Донецкоблгаз, а дальше? Какие облгазы еще могут попасть под вот эту конструкцию СНБО? Ведь, насколько мы с вами понимаем, тот процесс национализации, который начался с введением первых санкций против Виктора Владимировича Медведчука и Тараса Козака, он же не закончился. Он продолжается. Есть еще ряд интересных моментов, на которые вообще не обратили внимание на этом заседании СНБО. Ну, например, Данилов анонсировал доклад генерального прокурора Ирины Валентиновны Венедиктовой, связанный с госизменой. Кстати, он сказал, что он будет публичный, что все мы его услышим. Да, некоторых неназванных лиц. Каких неназванных лиц, мы с вами не понимаем. Но я представляю, какой зубовный скрежет сейчас стоит в политическом Киеве. Вот это вот самое, на мой взгляд, интересное. Второй момент, это, безусловно, все, что связано с процессом национализации, потому что на Киеве Симот Рассич будут громадные проблемы сейчас. Я просто для зрителей поясню, что принято решение вернуть в ближайшее время завод государству конституционным способом. Те люди, которые вкладывали в это предприятие, будут иметь компенсацию. Однако я посмотрела оценки различных экономистов. Это минимум миллиард долларов. И непонятно, пойдут ли на это китайцы, захотят ли они обратно эти деньги и мирно ли они захотят ли отдавать. Китайцы уже подали иск на более чем 3 миллиарда долларов. Это только финансовые потери, не считая репутационных. Про Крым я уже сказал. Это первая ласточка. Почему? Потому что до этого момента велись переговоры о том, что кто-то из высших должностных лиц Китая на уровне Госсовета, как минимум, посетит Крымскую платформу. Сейчас этот вопрос как минимум завис. Назовем так мягко. А как максимум он просто снят с повестки дня. А ведь геополитический вес Китая, особенно в вопросах, связанных с территориальной целостностью, имеет огромное значение. Давайте не будем забывать, что Китай никогда с 2014 года не признавал Крым российским. Он как минимум воздерживался. Это очень важный момент, над которым еще предстоит поработать и найти выход из этой ситуации. Второй момент. Я представляю, как сейчас всем скопом, ревут инвестиционные няни. То есть тут надо четко понимать, что это... Если я не ошибаюсь, офис вот этих инвестиционных нянь, он же так и не заработал в Украине. Да, он не заработал, но сама его концепция теперь выглядит, мягко говоря, нецелостной. Назовем это, мягко выражаясь так. А попросту говоря, он помножен на ноль. Почему? Потому что бизнес любит четкие правила игры, особенно серьезные международный бизнес. Китай является одним из ключевых мировых инвесторов. Для примера, давайте возьмем недавно подписанное в декабре 2020 года торгово-экономическое соглашение между Китаем и Европейским Союзом. Не какой-то отдельной страной, а Европейским Союзом в целом. Какие там параметры инвестиций указаны? Какая сейчас доля торговли между ЕС и Китаем? Китай является первым торговым партнером ЕС с оборотом, по-моему, 595 миллиардов евро. На втором месте США 546 или 545. Я сейчас точно не помню. На 1 миллиард могу ошибиться. Ну и вес торговли Китая, например, в недавно созданном этом объединении, да, в Тихоокеанском. Это приблизительно 22 миллиарда триллиона долларов. Это треть мирового ВВП Кати. Туда входит в это объединение Китай, вторая экономика мира, Япония, третья экономика мира, Южная Корея, десятая экономика мира, Австралия, четырнадцатая экономика мира. Это очень серьезно, и поэтому здесь необходимо найти какой-то компромисс, при котором и китайские инвесторы будут удовлетворены, и мы с ними международное напряжение, что позволит в дальнейшем спокойно западным или дальневосточным инвесторам инвестировать в нашу страну. И с другой стороны, чтобы национализация матросичей не привела к тому, что там на протяжении 2021-2022 года не будет собрано ничего ровным счетом. Знаете, вот как ситуация с Харьковским танковым заводом. Помните, президент приезжал и говорит, а что ж мы один танк собрали? Один, это буквально один. Вот это два вопроса, над которыми необходимо поработать. Ну и, естественно, насколько я понимаю, этот процесс введения санкций уже не остановить. Я думаю, что под тем или иным соусом все, которые имеют отношение к российскому бизнесу здесь, в той или иной степени будут подвержены санкции. В контексте инвесторов не могу не вспомнить цитату Михаила Саакашвили, который на этой неделе давал интервью. Он сказал о том, что у Украины плохая репутация страны кидалово для инвесторов. Вы с этим согласны или это слишком уже резкое заявление? Понимаете, Михаил Николаевич любит делать такие острые, резонансные и нравящиеся публике заявления, но в данном конкретном случае он недалек от истины. Почему? Потому что давайте подобное сравним с подобным. была ситуация вокруг Криворожья Сталь в свое время. Она не имела такого широкого международного резонанса. То есть был проведен процесс национализации, потом тендер, выиграл новый инвестор. Я сейчас не хочу говорить хорошо это или плохо, правильно было сделано или неправильно, дорого или дешево был приватизирован Криворожья Сталь. Но факт остается фактом, это не вызвало широкого международного резонанса. Вот эта ситуация в любом случае вызовет широкий международный резонанс. Потому что китайцы пойдут скорее всего в Усуке из Суд Лондона, а с этими товарищами не забалуешь. И соответственно это будет освещаться в мировой прессе, причем освещаться достаточно широко. Как правильно выйти из этого коридора, но тут больше вопрос к секретарю СНБУ Данилову и той команде, которая готовила это решение. Я вижу здесь действительно ряд очень существенных проблем. Особенно в период, когда идет пандемия и инвесторы ищут тихую гавань, самую тихую. Все-таки почему взялись именно за Мотор Сич и есть ли фактор Америки здесь? И для меня все-таки не до конца понятно, что власть, что государство будет делать с Мотор Сич. Какие планы на этот объект? Планы не озвучены. Единственное, что может продавать Мотор Сич, это то, что она изначально производила, это двигатели и сборка каких-то вертолетов мелкосерийных. Если мы возьмем ситуацию закупка французских вертолетов, вспомним интервью Арсена Борисовича Авакова, у него же спрашивает Дмитрий Ильич, что вы закупили французские вертолеты, а не наши? Она говорит, потому что по темпам сборки мы бы их еще ждали лет 8, то и 10. А нам надо вот здесь и сейчас. То есть, с одной стороны, надо наладить производство замкнутой циклы, у нас с этим проблема. А с другой стороны, вы правильно заметили, что Китай очень серьезно заинтересован в этих технологиях, у него серьезное отставание именно вот с точки зрения двигателей не только для вертолетов, но и для самолетов. Почему? Потому что сейчас зарубежная пресса, в частности National Interest, выпустил большой материал о проблемах с двигателем для китайских истребителей пятого поколения, G20 и G31. Следовательно, им надо либо где-то купить аналог, либо разработать самим. Разработать самим проблема, значит, где-то каким-то образом будут эти двигатели покупать. возможно у России, возможно у британцев, у Rolls-Royce, пока сказать тяжело. Соответственно, такая же проблематика с двигателями для вертолетов, поэтому китайцы, они хотели в первую очередь получить технологии, наладить производство у себя, а Матросич оставит здесь, знаете, как такой хороший фасад, красивый, выпускает какие-то гражданские мелкосерийные вертолеты, возможно, даже крупносерийные. Естественно, американцам это, мягко выражаясь, не понравилось, им вообще не нравится все, с утечкой технологий, в том числе с постсоветского пространства. Давайте вспомним скандал двухлетней давности относительно поставок наших двигателей для баллистических ракет, которые всплыли в Северной Корее. Тогда все, в принципе, закончилось, знаете, такой бурей в стакане, но в данном случае, учитывая визит Помпео в прошлом году, с большой долей вероятности мы можем утверждать, что здесь не обошлось без Соединенных Штатов Америки. Ну и чтобы закончить тему СНБО, вот ваша точка зрения, как действует Совет Национальной Безопасности Украины, мы понимаем, что безопасность страны это очень важно, но то, какие инструменты выбирает государство и почему юридический аспект здесь где-то на последнем месте, а на первом месте только здесь политические моменты. Фактически СНБО сейчас становится, знаете, таким филиалом администрации президента или офиса президента по своему политическому весу, он затмил уже и кабинет министров, и Верховный суд, и всю систему правоохранительных органов. Это где-то близко к тому, как видели СНБО, его отцы-основатели, в частности, Владимир Горбулев. Это должно быть, знаете, такое стать аналогом каким-то американского Совета национальной безопасности и обороны, считывая внутриполитическую специфику американской политической системы, это очень важный орган. Но он никогда с этого момента, собственно, не имел такого политического веса. Сейчас, когда мы наблюдаем ситуацию у войны всех против всех, СНБО становится той опорой, которая позволяет Зеленскому не только удерживать ситуацию, но и попытаться наносить контрудары. Именно поэтому все идет через СНБО. То есть, это принятие прямого решения, и это решение должно исполняться напрямую, минуя суды. То есть, в данной ситуации, как у нас обычно происходит, там заводится уголовное дело, вручается пидозра, потом суд, адвокаты, апелляции, перерассмотрение времени, фактора времени. А времени сейчас нет, Катя. Поэтому решили пойти, знаете, в такую лобовую танковую атаку, как я это называю. К чему это приведет? Ну, очень, знаете, это очень тонкий лед. Малейший шаг не туда, и ты провалился, и за тобой все остальные провалились. Ну, здесь надо рассчитывать, знаете, с такой снайперской точностью. Минюр ошибаются всего лишь раз. Ну, и вторая информационная бомба, это, конечно же, заявление Дмитрия Гордона о том, что 15 марта, понедельник, станет просто судьбоносным для Украины. Позже он сказал, что речь идет о фильме расследования Белинкетт о Вагнеровцах. Вы, когда впервые услышали без Вагнеровцев заявление Гордона, что 15 марта просто Украина, готовься, о чем вы сразу подумали? Ну, Дмитрий Ильич хороший маркетолог. Вот о чем я подумал. Умеет продать материал. Человек, который проработал в бизнесе, я ставлю 5 из 5 возможных по 5-бальной системе умение заинтриговать и продать. Об этом уже четвертый день все говорят. Кать, я куда не придусь, а что вы думаете о заявлении? Мы говорим здесь четвертый день. Ну, так все спрашивают, да, все спрашивают, но это я говорю, это хай-левел. Ну, а потом, когда он сказал, что у Вагнеровца не стухло такое желание, что, а, в смысле, всего-то Вагнеровца? Там с Вагнеровцами это больше сейчас внутриполитический трек, как любят писать в телеграм-каналах у нас, это внутриполитическая борьба за царя горы в офисе президента. Поэтому дело Вагнеровцев здесь выступает просто иллюстрацией. Потому что, если расследовать, собственно, само дело Вагнеровцев, то там уже очень многие мои коллеги заблудились в трех соснах. Буквально мы вчера с Дмитрием Снегиревым на его YouTube-канале обменивались мнению по этому поводу и пришли к тому, что там очень много до сих пор непоняток, несостыковок и загадок, исходя из той официальной информации, которую мы можем прочитать. Следовательно, дело Вагнеровцев, ну, я журю, это очень хороший внутриполитический трек для попытки перезагрузить офис президента. Получится или это не получится, это второй вопрос. Но предпосылки к этому формируются. И, насколько мы понимаем, что такое дело Вагнеровцев, переводя на простой язык, это Ермак предатель или не предатель. Собственно, и вся подоплюка этого дела Вагнеровцев. Все остальное, это подводка к этому утверждению. Вот в зависимости от того, какой будет ответ на этот вопрос, зависит и то, как будет развиваться вообще вся это медийное и юридическое дело вокруг этой всей истории с Вагнеровцем. Беллинкет вообще стоит им на 100% верить и всю информацию, которую они будут давать, принимать как истину? Верить, Катя, в наше время нельзя никому, даже самому себе. А вот мне не можно, да? Как говорил герой известного фильма «17 мгновений весны» группенфюрер Мюллер, отвечая на вопрос Айсмана по поводу Штилеца. Теперь, что касается Беллинкет. Беллинкет — это медийное подразделение МИ-6, утверждают, очень злые, но информированные мои британские коллеги. Поэтому все, что делает Беллинкет, прямо или косвенно согласовано с МИ-6. А вот МИ-6 — это уже серьезно. 300-летний опыт работы британской разведки говорит сам за себя. Для понимания наших зрителей, в 1940 году Уильям Донов он только узнал, что он возглавит ОСС, управление стратегических служб США. А знаменитая ЦРУ была создана тремя годами позже. А МИ-6 к этому времени в торжественной обстановке отмечала, по-моему, свое 200-летие. Просто для понимания, что такое МИ-6. Если они начинают развивать эту тему, значит, они хотят добиться каких-то определенных результатов. Я не думаю, что эти результаты связаны только с тем, кто будет следующим главой Офиса Президента. Текущий Андрей Борисович Ермак или кто-то следующий. Британии необходимо усилить свое влияние на Украину. Для них сейчас самая благоприятная ситуация. Евросоюз занимается вопросами своего колхозного обустройства, в том числе вакцинации. В Соединенных Штатах Америки администрация Байдена решает массу своих проблем, натыкаясь на те или иные заборы. С Китаем ситуация, как мы видим, мягко выражаясь, не улучшилась. С Россией подавно. Знаете, какая ниша открывается, какое поле. Можно так аккуратненько зайти сюда, в том числе используя кейс вот этого расследования. Вчера вот вы сами сказали, что уже несколько дней мы обсуждаем эту тему. У нас было очень много экспертов и вот большинство говорят о том, что когда хотят ударить, не предупреждают об ударе. Зачем это было Гордону сливать эту информацию? Ну, понимаете, это же очень многослойный пирог. Мы же не понимаем, что такое удар. Почему? Потому что фильмы мы до сих пор не видели. Содержание фильма неизвестно. Знаете, Катя, ожидание смерти иногда хуже самой смерти. Это во-первых. Во-вторых, в такого рода ситуациях всегда играют в длинную. Мы не понимаем, какую конечную цель вот этого всего. Мы видим только то, что нам показывают, то, что нам озвучивают иногда под большим секретом. Но, как правило, такие чемоданы в истории мировой геополитики имеют не одно, а два и иногда три дна. Знаете, термин «большая игра» ведь он не вчера был придуман, он был придуман, по-моему, еще в 19 веке. Поэтому я бы не сводил все к тому, что вот сейчас что-то кто-то озвучил, мы уже прекрасно знаем, про что это, мы прекрасно моделируем результаты. я бы все-таки рекомендовал на бихты попридбать ковпеклах, а дождаться развития ситуации, но то, что эта ситуация станет одним из контуров политической перезагрузки в страны, да, такие предпосылки имеются. Почему-то, что параллельно у нас же продолжается кабин-вотчет и все прочее, и все прочее. Ну, я напомню нашим зрителям, что вы можете присоединиться к нашей беседе, пишите вопросы, я читаю чат и обязательно озвучу самые интересные вопросы Руслана, но вот уже есть несколько. Малкар спрашивает, как будут вести себя экс-нардепы, если на них сейчас окажет давление созданные дела, будут ли сдавать прозападную часть украинского политикума? Нардепы будут вести себя достаточно спокойно, в крайнем случае покинут Украину на какое-то время. А куда сейчас можно бежать? Что значит бежать, Катя? Ну, во-первых, есть Мальдивы. Там долго не просидеть. Ну, как вам сказать? Политика у нас достаточно, знаете, такой денежноемкий вид деятельности. Это же не на последний миллион долларов ты в депутаты идешь и в долг его берешь. Поэтому часть может где-то уехать, там, в соседние страны. Пока еще остаются окна в Евросоюз. Можно уехать куда-нибудь в теплые края. В любом случае, при желании... Если им впаяют госизмену на 15 лет, так будут запрашивать. Это же не сразу процесс. Знаете, что приходят, одевают наручники, отводят в суд. Но есть же определенная процедура. Для начала надо внести в ЕДРР ведомости. Увидели такое много раз. Помните, вот последние на самолет сели и их сразу посадили. Кого-то посадят, кого-то могут не посадить, но в любом случае... Посадили самолет, я имею в виду, с этими товарищами. Я понял, что посадили самолет. Я пока не наблюдаю какой-то паники среди тех людей, которые были в тот момент депутатами, что говорит мне о том, что скорее всего на сейчас они еще не опасаются последствий. Что касается второй части вопроса, будут ли сдавать прозападную часть политиков, дело в том, своими именами. У нас прозападная, как и пророссийская риторика, была просто частью политической публичной деятельности. Не больше и не меньше. Поэтому те люди, которые считают, что есть на данный момент огромное количество политиков, которые не просто декларируют, а делают какой-то прозападный курс, я бы не был столь категоричен в этом вопросе. Что касается сдавать, что такое сдавать? Ну, политики это же не стеклотары, чтобы пойти их и сдать в пункт приема. Есть определенная политическая борьба, в том числе внутри западного общества сейчас и экспертного общества, что такое Украина и что с ней делать. Последний пример – это страшный скандал в Атлантик-Консу, когда часть экспертов, верные политики администрации Обама и Байдена, считают, что с России надо начинать перезагрузку, а вторая часть экспертов говорит, что этого ни в коем случае делать нельзя. Это откат непонятно куда. Вот если даже внутри такого серьезного экспертного общества, как Атлантик-Консул, нет единства, то что мы можем говорить о другом? А Европу возьмите. Ситуация с вакцинацией, ситуация с северным потоком 2. Последнее заявление Сильвио Берлускони, он уже, конечно, не действующий премьер-министр Аталии, но человек, который имеет определенный вес. Позиция наследников Меркель, возможных, Зёдра и Лашетта. Позиция Эммануэля Макрона, который постоянно запускает эту пластинку перезагрузки отношений Франции и России. Позиция Британии, которая втихаря подыгрывает России с намерением до конца этого десятилетия по-честному разделить этот пирог, который назывался Европейский Союз. Ведь не даром текущий премьер-министр Италии, бывший глава Европейского Центрального Банка, сказал, что у Евросоюза геополитически остается только один выход. Это стать единым государством и ввести единую валюту. Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки великая Брюссельщина. Евросоюз не даром отказал Байдену в его идее сохранить нынешнюю концепцию НАТО. Европейцы будут строить свои вооруженные силы. Евросоюз не даром заключил торгово-экономическую сделку с Китаем. Поэтому, когда мы говорим про западные политики, я бы делил их на три категории. Проамериканские, про британские и про европейские. Это три разные истории. Может быть, в следующий раз мы более детально и подробно, если у наших уважаемых зрителей будет потребность, рассмотрим эту ситуацию. Также здесь параллельно есть еще один вопрос по этой теме от того же зрителя. Он спрашивает, осознают ли сейчас слуги народа, что создан прецедент, по которому их смогут привлечь к ответственности за голосование. Конечно, конечно. Я же сказал, что я пока не наблюдаю какого-то единства внутри фракции слуги народа и во всех остальных фракциях относительно этой ситуации. Они прекрасно понимают, и у нас же были прецеденты, когда пытались за голосование привлечь того или иного депутата. Я думаю, что здесь, скорее всего, Верховная Рада продинамит или примет такое постановление, которое де-факто не позволит привлечь того или иного народного депутата к ответственности за голосование. Такой мой небольшой прогноз. В смысле, что сейчас слуги народа будут дважды думать, прежде чем за что-то голосовать. Я попрошу показать скрин на этой неделе. Мой коллега с апострофа Андрей Гончаров сфотографировал переписку из чата слуг народа, где им дают указания. Сейчас голосуем зеленую, две нет, две за, две против. Прекрасная фракция, что, понимаете, любой журналист может сфотографировать их внутреннюю переписку. Почему их жизни учит? Понабрал и детей, молоканы дают. Общение с народными депутатами. Голосуем, проваливаем первые три голосования, поддерживаем четвертые, три желтых и одна зеленая. То есть, как для детей. Сосна корабельная. Других комментариев у меня просто нет. Ну что, понимаете, фракция слуга народа на данный момент не является монолитной политической силой. Соответственно, когда они не являются монолитной политической силой, все вот эти вот пожелания, они во многом могут остаться пожеланиями. Кто-то проголосует, кто-то не проголосует, кто-то отморозится. Я не вижу пока предпосылок к тому, чтобы в такого рода законопроектах руководство фракции «Слуги народа» могло однозначно повлиять на значимую часть депутатов фракции, особенно мажоритарщиков. Поэтому в этом вопросе я аккуратный пессимист. Ну и Слава Мир спрашивает, сможет ли группа Коломойского в Раде расшатать ситуацию и подвести на осень перевыборы в Раду? Если Зеленский надавит еще на пару олигархов, то вероятность перевыборов увеличится? Он сейчас в той иной степени надавливает на всех олигархов. В общем, на ваших любимых, Катя. Рината Линична, еще вы очень часто любите вспоминать. Так получается. Вот. В этой ситуации давайте рассмотрим практическую сторону вопроса нашего уважаемого зрителя. Хорошо, допустим, эти депутаты, допустим, моделируем ситуацию, раскачивают ситуацию. Приведет ли это к досрочным парламентским выборам? Что такое досрочные парламентские выборы? А это распад коалиции, а это невозможность назначить следующий кабинет министра. И то, и другое невыгодно большинству. Сейчас что это даст нынешняя ситуация? Возьмите электоральную карту страны, возьмите рейтинги основных политических партий. Они, как минимум, потеряют свое. Досрочные парламентские выборы это перспектива не первой половины этого календарного года. Для начала надо понять, какой конфигурации будет новый кабинет министров. Вот сейчас идет битва за Кабмин. Если битва за Кабмин закончится каким-то хрупким, но консенсусом, то вопрос досрочных выборов в Раду автоматически уходит на вторую повестку дня. Если там будут какие-то моменты, то эту ситуацию попробуют раскачать. Но еще раз, я исхожу из циничной логики. Какой фракции сейчас это выгодно? Слуга народа? Нет. Волос? Нет. Европейская солидарность? Тоже нет. Рост в 1-2%. Знаете, вот этот розжиг, это же их мочить еще не начали. Там один Алексей Гончаренко чего стоит? А ПЗЖ? Нет. Батьковщина? Ну, может быть, да. Я не вижу баланса силы внутри Верховной Рады, который позволял бы сейчас серьезно говорить о досрочных парламентских выборах. Еще раз повторюсь, как минимум до конца первой половины этого календарного года. В июле, где-то в августе, дай бог, вернемся к этому вопросу. А то, что эту тему будут качать в медиа, безусловно. Конечно, будут качать. Это было еще год назад, когда начинали качать в медиа. еще, по-моему, полтора года назад Игорь Валерьевич Коломойский в своем интервью, кстати, сказал, что пройдет год или чуть больше и 100 депутатов бледанут из фракции «Слуга народа». Сейчас плюс-минус похожую картину мы наблюдаем, но на общую конфигурацию это не влияет. Ежики плакали, кололись, но с 34-го раза продолжали голосовать за те или иные законопроекты. Вы сказали, что Зеленский начал давить на всех олигархов? У него выхода нет. Вот вопрос, по своей воле или по инициативе, как мы видим, других стран? Или одному государству? Нет, ну инициатива других стран, понимаете, это опять же во многом это набор пожеланий. У него нет ситуации. У нас очень любят говорить, что вот санкции США, после которых Европейский Союз. Стоп, Кать, давайте от общего идем в конкретику. Вы видели санкции против Коломойского, которые вели реально? А как это должно увидеть? Не, ну, читали, да, список. Ну, что ему реально угрожает здесь? Nothing. Да, за пределами нашей страны у него могут возникнуть те или иные репутационные потери, а может быть, даже и бизнесов. Здесь внутри страны у Игоря Валерьевича... Но он или его семья теперь не могут выехать за пределы страны, насколько я понимаю. Так же касается этой финансовой части. По финансовой части у него в основном ограничения, наложенные Лондонским высоким судом по делу о Приватбанке. Никаким образом не влияет в лучшую или в худшую сторону на Игоря Валерьевича. Ну, семья не может выехать. Да, неудобно. Неудобно согласен, но не смертельно согласитесь. Это скорее был такой посыл в продолжение вот слова, которое у нас скоро, наверное, попадет под запрет буризма. Это продолжение дела Деркача, Дубинского и прочих людей, которые были завязаны на эту тему. Вот и все. А так оно особо не угрожает. У кого из наших шанованных представителей финансово-промышленных групп, потому что они не любят, когда их называют олигархи, обижаются. За последнее время ухудшилась ситуация. Вот именно в политическом плане. Ну, ОПЗЖ, и то не у всей части. По Петру Алексеевичу что-то незаметно, что ему плохо стало. И остальные более-менее. У Зеленского просто выхода нет. Потому что он понимает, что если произойдет консенсус этих товарищей, он повторит судьбу Виктора Федоровича Януковича, нашего постоянного зрителя из Ростова. Когда против него внутри страны объединилось большинство олигарх, все. Все-таки сейчас можно предугадать следующие шаги Зеленского, что он планирует делать во внутренней политике. И правильно ли я понимаю, что сейчас как раз внутренняя политика очень подвязана под международные процессы? Когда-то подвязана, например, в Донбассе или в вопросе Крыма или в вопросе получения транша очередного МВФ. Когда не подвязана. Больше здесь, на мой взгляд, доминирует все-таки внутриполитическая повестка дня. Почему? Потому что сдвинуться вперед при этой конструкции невозможно. То есть любые попытки ее сложить как кубик Рубика заканчиваются тем, что одного квадратика постоянно не хватает и задание не выполнено. Зеленский встал перед простой проблемой, перед которой в свое время еще встал Леонид Данилович Кучма во время его первого срока. Что делать? Ломать или договариваться? В общем, решил договориться и в конце концов получил Майдан 2004 года. Зеленский, судя по всему, договариваться не хочет. Но насколько у него хватит баланса силы, я пока не готов сказать. Еще очень многое зависит от того, какая у тебя свита. Это короля делает свита, как говорил Макеевелли. Если уровень компетенции, компетентности его второго, третьего круга окажется меньше или хуже, чем поставленная задача, то у него будут проблемы, и проблемы очень большие. Фактически этот год мы будем в таком, знаете, онлайн-режиме наблюдать обострение политического кризиса. Это весна прошла. А весна у нас, как известно, это время политических кризисов. Прошлый год это был, вспомните, да, эти локдаун, бунты на местах. Этот год не станет исключением, просто уже повестка дня будет другая. Ну вот сейчас по Донецку облгазу, я же говорил, интересно, остальные облгазы тоже начнут забирать? Если начнут забирать, вы же понимаете, по кому это удар? Вы видели в телеграм-каналах в последнее время, вот последние дни, очень активно как раз по облгазам пошла информация, что якобы Ермак дает идею Зеленскому национализировать основную часть коммунальной инфраструктуры, в том числе, если говорится, облгазы. И якобы это позволит как раз власти и уменьшить тарифы, и сделать красивый реверанс в сторону народа. А какие-то телеграм-каналы пишут? Легитимные это точно писалось. Сейчас мы можем найти. Это не совсем, насколько я знаю, мое оценочное осуждение, это не совсем идея Андрея Борисовича. Люди обсуждали еще в конце прошлого года. Речь идет о действительно национализации облгазов и передаче их на баланс местной власти, облсовета в частности. Шаг достаточно серьезный. Почему? Потому что он ударит по очень многим нашим олигархам, которые традиционно на этом рынке имеют свои интересы и, соответственно, заработки. Если так дело пойдет, то мы получим очень интересную мозаику, когда одновременно возможны кризисы на местах. Потому что там есть не только франшиза, но там есть и люди, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашими олигархами. И кризис здесь. Почему? Потому что встанет вопрос, хорошо, сегодня облгазы, а завтра что? Ведь вы понимаете, Катя, в чем интересный момент? Если мы копнем условия приватизации, которые были с середины 90-х у нас, вот то, как договаривались, когда государство давало в приватизацию, что было выполнено инвесторами, то между этими двумя понятиями ведь огромная разница, огромная дыра. То есть они брали предприятия, как бы прописывали определенные условия, что они должны сделать, а все ли они выполнены. То есть если уже пойти по этому пути, то мы поворачиваем по пути национализации. Помните, мы с вами говорили о развилке? Приватизация? Национализация. Собственно, мы сейчас к этой развилке подошли. Вот сейчас сделали шаг в эту сторону. Монтерсич, труба Медведчука, так называемая, Донецк у Болгаз. Пока что это предпосылки, но предпосылки достаточно интересные. С другой стороны, от нас требуют, чтобы мы провели приватизацию, в том числе западные партнеры. В первую очередь это касается нашей банковской системы и Украинской Бронпром. Интересно, куда свернуть на этой развилке? Я думаю, что ответ на этот вопрос сейчас не знает никто, Катя. Слишком много составляющих в этой ситуации. Я пока не буду отвечать на этот вопрос, но я думаю, через месяц мы к нему вернемся. Ну и вспомнила интервью пресекретаря Зеленского Юлии Мэндель. Во-первых, смотрели ли вы его? И там по Коломойскому частично смотрел. Интересный момент. Мы уже немножко поговорили на вопрос, что планирует Зеленский по поводу Коломойского, по поводу санкций на него. Если будет такой запрос выдать его США, она сказала, посмотрим. Что значит это посмотрим? Ну это в принципе на все ключевые вопросы был ответ посмотрим. Что-то нового для себя вы вообще услышали? Нет. Ну достаточно такое, знаете, лайтовое интервью, мягкое. Не знаю, насколько оно имело то значение, которое я думаю, ну что-то концептуально новое я для себя там не услышал. Это проблема обычной коммуникации, да. Это проблема выстраивания коммуникации тут даже проблема не персональная в Юлии Мэндре. Проблема в том, чтобы правильно выстроить коммуникацию между обществом и властью, потому что уровень недоверия между обществом и властью иногда играет злую шутку и на каком-то этапе ты можешь выйти и сказать, что завтра в 6.15 зайдет солнце и тебе не поверят. Поэтому я не думаю, что Игоря Валерьевича Коломойского выдадут Соединенным Штатам Америки. Как он там говорил, два гражданства иметь нельзя, а три можно. Ну и МК спрашивает, Украина полностью потеряла российские рынки, а как обстоят дела с европейскими рынками? С европейскими рынками ситуация выглядит неоднозначно. Введение так называемых карбоновых пошлин, о чем сейчас усиленно договариваются внутри Еврокомиссии, фактически до конца этого года они собираются финализировать это уже в документе, говорит о том, что нас ожидают очень большие потери из-за того, что наша экономика, находящаяся сейчас в четвертом технологическом укладе, просто не готова к этим стандартам. Потери профильные эксперты оценивают в металлургии до 40%. Но речь идет не только о металлургии, при большом желании эти пошлины и тарифы можно ввести даже на продукцию сельского хозяйства. Так для понимания. Основной, если мы возьмем номенклатуру нашего экспорта, то где-то 2,3, может 4,5 это сырье. Сельское хозяйство, металлургия, там чуть-чуть машиностроение, но в основном вот это. Соответственно, на ровном месте мы получим ситуацию, когда мы потеряли рынки на Востоке и не приобрели рынки на Западе. Необходимо уже сейчас думать над этой проблемой. Она имеет две составляющие. Первая, это переход на новый технологический уклад, потому что когда это станет трендом, мы начнем об этом думать, уже будет поздно пить в Брожоме. Почки отвалятся буквально до пяток. И второе, сейчас заниматься серьезно рынками сбыта и кооперацией. У нас есть торговый представитель Украины, должность мне знакомая, но я пока не понимаю, чем он занимается. Я не вижу каких-то пока прорывных контрактов у нас. Особенно это касается сельского хозяйства, ведь мир с пандемией заходит потихоньку и в продовольственный кризис. Знаете, это такая ирония, злая гримаса истории, но в принципе на данный момент история дает нам еще шанс 3-5 лет на перестройку. Почему? Потому что в данный момент тонна сырья стоит 200, тонна зерна стоит 200 долларов, тонна самолета стоит 2 миллиона долларов. Но самолет он приземлен и стоит, а кушать хочется всегда. поэтому надо пересматривать вот эту стратегию, понимая, что все-таки мировой продовольственный кризис в той или иной степени будет на повестке дня, а у нас для этого есть все предпосылки получать деньги, эти деньги вкладывать именно в новые технологии, покупать новые технологии. Если у нас сейчас этим не займутся, то к концу десятилетия мы в лучшем случае будем, знаете, таким большим колхозным полем для выращивания рапса. А для такого большого колхозного поля они надо 32-35 миллионов населения, достаточно 10-15. Все остальное будут делать роботы и технологии. Ну и Сергей Лермонтов спрашивает, что делать с проваленной вакцинацией ваше отношение к индийской вакцине? Значит, мое отношение к индийской вакцине я неоднократно высказывал, то есть это реплика AstraZeneca, реплика, которая предназначена для стран, условно говоря, третьего мира, сделана она по классической технологии, так называемая векторная технология, на основании которой разработана AstraZeneca, китайский Sinovac, российский спутник и еще ряд вакцин. Ну, скажем так, на данный момент я пока не вижу предпосылок к широкому применению. Во-первых, провален информационный кейс вакцинации, то есть больше 40% населения Украины категорически не хотят вакцинироваться. Это не самая большая, но не самая маленькая цифра, если мы возьмем, например, европейское пространство от Владивостока до Лиссабона. Второе, у нас нет выбора вакцин. Третье, как показывает опыт массовой вакцинации в Израиле, а Израиль одна из первых стран в мире, которая действительно провела, практически заканчивает массовую вакцинацию, это помогло перенести или сделать болезнь в более легкой форме, но ни последствия, ни количество заболеваемых она не уменьшит. Постоянно появляющиеся новые штаммы вносят свои поправки в разработанные вакцины и фактически пока фармакология не успевает. Недаром Израиль собирается разрабатывать свою вакцину, то есть Израиль и Куба, как бы, это две страны, которые заявили о том, что будут разрабатывать свои вакцины. Израильская, по-моему, IARH будет называться. Или RR, я сейчас точно не помню. Фактически в Европе полная жопа, Катя. Вот, полнейшая. То есть, с одной стороны, уже 13 стран отказались от Астразенеки, с другой стороны, они уже начинают брать все, все, что дают. И начинают ссориться между собой. Начинают между собой ссориться, экономический кризис. У них сейчас надежда на то, что все-таки в достаточном количестве зайдет Джонсон и Джонсон. Джонсон и Джонсон, это вакцина, которая, знаете, сделана по принципу ПТРК Hellfire. Выстрелил и забыл. То есть, ее раз колят, и все. То есть, если все вакцины, в том числе РНК, надо два раза колоть, две дозы, то Джонсон и Джонсон, у нас, насколько я понимаю, будет заходить Коновакс, еще вакцина. Это будет первый случай, когда вакцина будет завезена у нас, у нас зарегистрирована, уже потом ВОЗ зарегистрирована и во всех остальных международных институтах. Я пока не очень мало знаю, постараюсь изучить этот вопрос. Но в любом случае, учитывая, что паспорта вакцинации усиленно проталкиваются в Европейском Союзе и в ряде других общеполитических союзов, мне кажется, будут подводить ситуацию к тому, что если ты не повакцинировался, ты просто не сможешь покинуть территорию страны. Резюме. Говорить о вакцинации мы сможем, когда у нас будет на выбор хотя бы 2-3 вакцины, желательно классической разработки. Последствия РНК вакцин пока не изучены в мире. Я, знаете, в этом плане пока такой легкий пессимист. То есть она помогает, чтобы болезнь протекла легче, она, возможно, даст антитела, но какие будут последствия, в том числе для иммунитета, не знает никто. Я думаю, что к середине лета, после того, как здесь окончательно уже убедятся, что нынешняя конструкция вакцинации провалена, этот вопрос надо будет перезагружать, но уже перезагружать по-нормально. В этом плане мы ничем не отличаемся от наших соседей. Возьмите Россию. Там провакцинировано, по-моему, 5 целых 27 десятых процента населения. Европа. Средняя температура по палате на 100 человек провакцинирована 9 целых 34. В Британии 34 человека на 100 человек. По-моему, Венгрия 5 с копейками, Словакия 5 с копейками. У нас, я наскольте вам понимаю, меньше 2 процентов. Да. То есть вот при таком, скажем, выборе вакцин и при такой информационной политике я не вижу предпосылок, чтобы у нас действительно началась массовая вакцинация. Что такое массовая вакцинация? Ну, например, это Соединенные Штаты Америки по 2 миллиона в день или Британия, которые полностью отвакцинируются и уже летом собираются выйти и вернуться к нормальному образу жизни или тот же Израиль. Может быть, знаете, нам тоже в этом вопросе повезло. Мы посмотрим, как Израиль, Британия, Соединенные Штаты Америки, вот смертность в Соединенных Штатах Америки от ковида по-прежнему находится в топе среди всех мировых стран. Как они этот пройдут, какие там будут последствия, тогда мы сможем спокойно определиться с типом вакцин, нормально объяснить, что такое коронавирус, потому что у нас никто до сих пор не объяснил толком, что такое коронавирус. Это очень надолго, Катя, здесь не надо питать иллюзии. И уже потом приступить к теме вакцинации, но это, в принципе, должен уже заниматься, наверное, СНБО, потому что это тоже вопрос национальной безопасности. И там не место для, знаете, долгих дискуссий. Надо определиться, надо нам или не надо вакцинации, потому что пока вот эта вся история будет, если у нас коллективный иммунитет приблизится к 70%, станет вопрос, нужна ли нам массовая вакцинация. Вопросы, 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 вопросы. Профильные, я думаю, врачи вам более детально ответят на эти вопросы. Да, но по поводу информационной политики и то, как освещают вакцинацию, сейчас стало модно привлекать, во-первых, вакцинируются народные депутаты, во-вторых, звезды, блогеры, лидеры мнений. Почему это не слишком увеличивает интерес населения к вакцинации? Я уже отвечал на этот вопрос. Для тех людей, которые хотят провакцинироваться, им не надо вот эта вся пиар-компания. А для людей, которые категорически выступают против вакцинации, кто бы сейчас не прилетел, не укололся, им все равно. Проблема здесь находится не в пиар-сопровождении этой компании, а в объяснении, что такое коронавирус. Только конкретно понятно, почему это надолго, почему нужна вакцинация или наоборот не нужна вакцинация, почему вот эти типы вакцин и последнее, почему это стоит. Пример. Упоминаемый вами COVID-Shield. Знаете, сколько стоит? 3 доллара, по-моему, 87 центов. Плюс доставка. А у нас его почем будет продавать? Учитывая, за какую цену мы закупили киевскую вакцину. Да, вот это же я про нее и говорю. Вот это же есть COVID-Shield знаменитый, это же не AstraZeneca. То есть где-то будет минимум 15 долларов? Я не знаю. Вот с этого момента, как говорится, я попрошу поподробнее. То есть я понимаю, надо 5% отката там отдать, по-моему, это и Crown Engines. Ну, 387 плюс доставка, ну, логистика обычно занимает, там, ну, до 25% стоимость. Плюс 5%, вот на выходе мы должны иметь вот такую цену и цен-то больше. Все, что за этим, это уже в гости к нам пришло его величество откат. Надо выяснить, кто конкретно его пригласил на сие мероприятия. Crown Agency? Нет, у нас же здесь продают. То есть, Crown Engines свою получила за посредничество. То есть там технология какая? Вот заключается контракт, да, скажем, проплачиваются деньги индийцам, сразу 5% отката уходит на Crown Engines. Дальше логистика, там, в зависимости от типа договора, там, ну, у нас был самовылаз, насколько мы видели по Степанову, да, полетели, забрали, привели, посчитали все расходы, разбили его на стоимость одной дозы, и вот доза должна стоить, там, например, 4 доллара 25 центов. Переводим ее по курсу НБУ и выставляем в продажу. Везде единая цена, как сигареты. Куда ни зайдешь, везде единая цена на сигареты, правильно? А не так, что вот этому мы продаем по 4,50, здесь уже 5, вот здесь 8, а вот здесь 28. Почему? Потому что это вызовет, ну, сразу же вопрос, ребята, а зачем нам это делать? Руслан, я вас тогда благодарю за очень интересную беседу. Этот час пролетел практически незаметно, столько интересных тем. До встречи уже на следующей неделе. Руслан Безяев был на Политека. Спасибо, что смотрели нас и не забывайте подписаться на наш YouTube канал. Субтитры сделал DimaTorzok